Сегодня мусульмане Карачева-Черкесии начали отмечать священный праздник Курман-Байрам. В Черкесске в коллективном намазе в соборной мечети под руководством Муфтия Республики Исмаила Хаджи Бердиева принял участие и глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов. Об истории и традициях праздника и о том, как отмечают его в семье Кармовых, расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня главная соборная мечеть многолюдна. Жители республики собрались совершить праздничную молитву. Глава Карачева-Черкесии также пришел в семью, чтобы поздравить верующих с одним из главных праздников мусульман Курман-Байрам. Этот день символизирует собой милосердие, сострадание, и все эти основы понятны и близки вне зависимости от конфессиональной принадлежности и национальности. Что немаловажно, это то, что нас всех объединяет, отметил Рашид Бориспиевич. Чтобы мы хранили то, чему нас всегда учили наши предки, наши старшие. Также Исмаил Хаджи хотел бы сегодня, в этот день, поздравить всех наших братьев и сестер, которые сегодня в Хадже. Дай Аллах, чтобы их дуа был всевышним принят, и Хадж. Поэтому хочу всех жителей нашей многонациональной республики поздравить с этим праздником. Еще раз всем крепкого здоровья, мира, благополучия. Праздничную молитву возглавил председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфти Карачева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. После завершения намаза Исмаил Хаджи выступил с проповедью, в которой отразил величие праздника Курман-Байрам. И подытожив, отметил важность умения верующими мусульманами прощать друг друга в этот святой день. Сегодня вместе с нами был глава республики, председатель правительства, депутаты, министры. Это говорит о том, что люди по-другому смотрят на религию. И это очень похвально. Почему? Потому что были времена, когда к религии относились совсем по-другому, когда не хотели знать и слушать, что это такое. А сейчас уже хвала Всевышнему, все это идет совсем по-другому. Дай Аллах, чтобы это все продолжалось, и чтобы мы эти праздники постоянно проводили. Праздник является нам напоминанием о твердости веры пророка Ибрагима, когда Всевышний повелел принести в жертву своего сына Исмаиля. Когда к обряду все было готово, Господь вознаградил пророка за преданность, принял вместо сына в жертву барана. Стараемся к этому дню подойти с благими делами, с чистой душой, чтобы соседи, близкие, кто рядом с нами по работе, по улице, чтобы все были довольны. Делиться любовью и радостью в этот светлый праздник является жизненным кредом в семье Кармовых, проживающих в ауле Псыш. Так считает и 85-летняя Тайбад Хаджикармова. Она больше 40 лет проработала учитель в псышской школе. После ухода на пенсию она посвятила себя религии. В 2007 году впервые совершила хадж. Она помогает в воспитании внучатых племянников, обучая их основам ислама и чтению Корана. Тайбад Хаджи активно оказывает помощь нуждающимся. Высшего праздника для мусульман нет. Я считаю, что это самый лучший праздник, потому что это богослужение и богоугодное дело. Курман режут для того, чтобы всех угощать. И бедных, а богатый, если богатый, он может внести, кому-то хорошее дело сделать. То, что я смогла, я свой курман отдала в детский лагерь. Поздравить с праздником Тайбад Хаджи приехал имам Аула Псыш Анзор Хаджи Абсов. За праздничным столом он пожелал ей крепкого здоровья и чтобы родные и близкие продолжали ей дарить тепло и радость. Сегодня мы должны поздравлять своих родственников, своих старших, соседей, всех, кого мы считаем своими братьями, сестрами. Другие религии, которые с нами рядом живут, пускай это русские, пускай другие. Мы должны в этот праздник, если даже есть какая-то обида между нами, мы должны прощать эти обиды. Дай Аллах, чтобы в эти светлые праздничные дни все наши молитвы были приняты. Курман-Байрам отмечается три дня. Мясо жертвенного животного принято раздавать соседям нуждающимся. Также верующие эти три дня ходят в гости, готовят угощения и дарят подарки. Али Ханепшоков, Расул Бердиев, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.